Фирменный знак Лакост уже более 75 лет символизирует страсть, авторитет и интеллигентность Сегодня каждую секунду по всему миру продается две вещи с крокодилом А сам знаменитый зеленый крокодил с открытой пастью обязан своим успехом Рене Лакосту Который подарил миру один из самых успешных брендов современности Не смог затронуть Лакост даже кризис, который ознаменовался падением спроса на вещи класса люкс Поскольку компания Лакост от момента создания и до сегодняшних дней остается бизнесом сугубо семейным С 1996 года созданием коллекции для модного дома Лакост занимался талантливый дизайнер Кристоф Ламер С приходом которого марка обрела второе дыхание Она стала ярче, элегантнее и ближе к миру высокой моды С каждым годом коллекции до молоков становится утонченнее, изящнее и роскошнее Хотя от своей основной линии спорт Лакост уходить не собирается Лакост не стоит на месте, а семимильными шагами подвигается вперед В прошлом году марка с огромным размахом отпраздновала свой 75-й день рождения Сегодня Кристоф Ламер продолжает свои эксперименты Ежегодные показы на престижнейших неделях моды Лакост производят там фурор Впечатления от коллекции этого года, представленной на Mercedes-Benz Fashion Week, поверьте, были не менее яркими Кристоф Ламер Кристоф Ламер Куртовым предметом нового советского времени стала кожаная куртка Неразрывно связанная в частности с образом чекиста и комиссара Возникает вопрос, откуда в скудные первые годы советской власти могло взяться столько отменной кожи И кто-то качественно отшил такое большое количество одинаковых курток Разумеется, этого не могло быть Знаменитые кожаные куртки были отшиты еще до революции, во время Первой мировой войны Для авиационного батальона В то время они так и не были востребованы, а потом их случайно обнаружили на складе и выдали чекистам и комиссарам в качестве униформы Интересна сама по себе история Буденовки, которая тоже считается символом революции Буденовка, имитировавшая шлем древнерусского воина, была нарисована художником Воснецовым в годы Первой мировой войны, как новая модель шлема для царской армии Тогда же они были отшиты и лежали на складах Новым хозяинам страны оставалось только нашить на них красные, а иногда синие звезды из подручных материалов Следующим явлением, не имеющим аналогов в мире, стало общество «Долой стыд», организованное в 1925 году при содействии Наркома здравоохранения Целью этого общества была борьба со стыдом, как с буржуазным предрассудком Члены общества должны были ходить по улице голыми и участвовать в манифестациях под лозунгом «Стыд» — это буржуазный предрассудок До нас дошли многочисленные кадры, фото и видеохроники этого времени К счастью, деятельность этого общества прекратилась естественным путем в связи с наступлением заморозков